Итак, у меня тема моего сегодняшнего выступления звучит так. Это Петр Первый. Открытие Америки. Современный научный взгляд. В своем выступлении мне бы хотелось остановиться на нескольких сюжетах. В первую очередь, это рассказать об том, как происходило освоение Америки, вот значение Петра Первого в этом сюжете, и Витуса Беринга. Но я не хотел бы пересказывать, знаете, вот, собственно говоря, многие... О, мы видим нашу презентацию. Я попрошу открыть первый слайд. Ага, так, хорошо. Ну вот эта вот тема как раз с моей презентации, всем видно. Давайте перейдем к следующему слайду, который план выступления. Итак, мы говорим о территории, которая в дальнейшем будет освоена в ходе экспедиции уже XVIII века. И обратимся сейчас к карте Русской Америки. Следующий слайд. на котором видно очень хорошо, что, собственно говоря, Аляску, Русскую Америку, выводили от Беринга в пролив, это достаточно, казалось бы, близкая территория, но потребовалось столетия, прежде чем, собственно говоря, наши соотечественники достигли этой территории. Дело в том, что мы рассматриваем вообще освоение этих территорий как часть общего процесса. В этом, собственно говоря, основная идея того, чем в настоящее время занимается наша группа. То есть это не просто русские люди вышли с идеей в лице Беринга, Гвоздева, Федорова осваивать эту территорию. Это была часть общего процесса, который начался еще со времен Америки Веспуччи, Колумба по освоению, по географическим открытиям, который затронул многие страны мира, и Россия была в числе общего процесса. То есть отделять Россию от общего процесса, который происходил в то время, невозможно. Здесь были практически те же самые методы, цели и задачи, которые стояли перед испанскими, французскими и английскими экспедициями. Проблема заключалась в чем? Проблема... Следующий слайд, пожалуйста. Проблема заключалась в том, что как государство, частные лица и иностранные, собственно говоря, также частные лица или государства вели себя в этом процессе. Кто проявлял инициативу? Отвергалась или принималась ли инициатива? Насколько государство отвечало интересам экономического освоения? Или это был политический аспект? Вот эти все общие проблемы, они, опять-таки, были характерны практически для всех экспедиций. От самых, казалось бы, незначительных до принципиальных и важных. И еще один аспект, который я хотел бы подчеркнуть. Дело в том, что практически на всех, все экспедиции проходили под знаком или под покровительством церкви. С точки зрения Европы это было католичество, с точки зрения России это русская православная церковь. Практически во всех экспедициях были православные священники, монахи или иеромонахи, которые несли элементы просвещения и, с одной и с другой стороны, сдерживали определенное устремление в плане жестокого сбора даний или обращения с местным населением в ходе этого процесса. Образование и просвещение с самого начала, как ни парадоксально, было очень важным элементом в развитии вот этого направления. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, мы вот видим начало, практически середина 17 века. Это Семен Дежнев. Следующий, пожалуйста. Это экспедиция, в результате которой мы осознали границы тогда еще зарождающейся Российской империи. Ну, мы все знаем, что понятие империи, и вот понятие империи Петра Первого в дальнейшем и имперской политики более позднего периода появляется раньше, чем вообще, собственно говоря, понимание этого термина. То есть вот осознание границ, фундаментальное осознание границ приходит гораздо раньше. Следующий, пожалуйста. Конечно же, очень важно отметить то, что первым человеком, который фактически, если мы говорим о Петре, который прорубил окно в Европу, то мы говорим о Виту Сиберинке, который, собственно говоря, прорубил окно в сторону Аляски, в сторону дальнейшего понимания и освоения вот этой территории. Причем, опять-таки, вот наше сейчас понимание в ходе реализации проекта – это то, что Петр Первый и вообще Виту Сиберинг – это часть общего процесса. Без внимания испанцев к этому региону, без внимания французов, англичан, Виту Сиберинг бы не состоялся. Это происходило, с одной стороны, в направлении этой экспедиции, с одной стороны, из-за опасения российского двора в том, что испанцы и другие европейские жиры будут опережать Россию и закрепятся на этих территориях, собственно говоря, и Дальний Восток будет в опасности. Вот эти документы совершенно новые. Мы сейчас находим и в испанских, и в французских архивах. И они показывают, что процесс был и начался гораздо раньше. Вот мы с вами сейчас все видим три, собственно говоря, изображения. В зависимости от того, как мы смотрим, вот у меня это в правом нижнем углу, вот такой одутловатого вида мужчина с оригинальной прической. Вот если мы открываем 90% электронных ресурсов и набираем Витус Сиберинг, то первое, что мы видим, это как раз вот этот вот портрет. И он долгое время, фактически до буквально последних лет, он бытовал и считал, что именно это Витус Сиберинг. Однако прошедшие на острове Витуса, на острове Беринга раскопки датских и российских археологов обнаружили уникальное захоронение. И по их результатам был восстановлен облик, как выглядел Витус Сиберинг. Вот у нас выступал датский археолог Орла Мэтсон, который как раз и показал, что Беринг выглядел совершенно по-другому. Но сейчас разгорается дискуссия. Вы знаете, я с вами поделюсь этим моментом. Разгорается дискуссия о том, что вот восстановленный Беринг, в общем, сомневаться достаточно сложно, потому что это был единственный человек, который был похоронен с почестями и в крайне сложных условиях того времени в результате вот практически завершения вот этой экспедиции. Но тем не менее сейчас появляется, имеется статья, которая подвергает сомнению то, что на самом деле это Беринг. Поэтому мы с вами сейчас все видим, собственно говоря, кульминацию дискуссии. Кто же Беринг? Вот тот, который человек, который в правом нижнем углу, который в левом нижнем углу, который восстановлен уже портрет современный, или бюст, который по методике Герасимова восстановление портретов и облика по черепу присутствует. Думаю, что в ближайшее время мы на этот вопрос все ответим. Вообще, следующий слайд, пожалуйста. Вот как у нас представляла, что у нас себе представляла карта вот XVIII века. Мы все видим, что очертания, собственно говоря, Аляски и что они себе представляли на севере, это проходило такой волнистой линией. И представить себе сложно было, насколько людям было того времени, непонятно, и более того, даже страшно, я до такого слова даже не побоюсь, исследовать эти территории. Вот первая экспедиция Беринга, собственно говоря, Петр Первый и выдал инструкцию этой экспедиции, которая как раз показывала то, что нужно следовать строго на север. Потому что были уверены, исходя из многих карт, вот таких карт, как мы сейчас здесь видим, их очень много на самом деле. И предполагалось, что нужно стрелять строго на север, и неизвестная земля будет обнаружена. Но оказывается, нужно было двигаться не на север, а, собственно говоря, на восток. Двигаться дальше все на восток, и тогда эта территория будет открыта. Пожалуйста, следующий. Ну, мы здесь видим как раз первая и вторая Камчатская экспедиция. Для нас больше интересует первая сейчас в данном контексте экспедиция, потому что именно Петр Первый, ему принадлежит заслуга в том, что эта территория Аляски и вообще развитие Алиутских островов появилась на карте мира. Сейчас для нас очень важно остановиться на том элементе, что исследование этих территорий было первым, собственно говоря, я бы не побоюсь такого слова сказать, первым геополитическим и национальным проектом такого масштаба. не до, не после. Особенно, я говорю, вот если мы говорим в 18 веке, ну, в 19 веке были, конечно, и более грандиозные проекты, но если мы говорим о 17-18 веках, это были уникальные по масштабу подготовки и проведению мероприятий. Впервые был проложен путь не, знаете, не охотниками, любителями и людьми, которые отчаянными людьми-казаками, которые выходили на эту территорию, а людьми, которые, собственно говоря, понимали, что они прокладывают тот путь, по которому в дальнейшем пойдут тысячи, и он будет связывать центр с востоком. Похожая ситуация была, если мы вспомним, в дальнейшем только, вот мы говорим о начале 18 века, а в Соединенных Штатах похожая ситуация была во время экспедиции Льюиса Кларка, когда при Томасе Аджаферсоне покупается Луизиана, и для того, чтобы понять, вот этот предел Луизиана, отправляется экспедиция Льюиса Кларка, но это начало 19 века. В России осознание того, что нужно понимать пределы собственной территории и приходит во времена экспедиции Витуса Беринга. Вот это вот очень важным аспект я хочу обратить внимание всех, потому что он является ключом к пониманию дальнейшим исследованиям, вот к чему мы приходим. Что экспедиция не сама по себе открытие, а понимание пределов империи. Петр I в конце жизни приходит к мысли той, что, а где же предел? Не просто, где соединяется Россия с Америкой. Мы знаем эту знаменитую инструкцию Берингу. Но перед ним, в ходе, вот мы когда анализируем переписку, смотрим на личную корреспонденцию, мы понимаем, что Петр I, оставляя, собственно говоря, уже смертельный, больной человек, оставляя свое наследство, он должен понимать, что же он оставляет. Где пределы? Я прошу этот момент особенно обратить внимание студентов, и в ходе дальнейшего обсуждения мы будем на это обращать внимание. Также, пожалуйста, следующий слайд. Ну, вы видите этих пушистых зверьков, это у нас Калан. Мне очень нравится это животное, обладающее уникальным мехом. Именно в дальнейшем он, вот этот его хвост Калана привел к освоению этих территорий. А еще в дальнейшем, в 19 веке, уже вместо морского бобра стали промышлять морских котиков. Вот пушнина. Вот пушнина в 18-19 веке это как углеводороды сегодняшнего дня, как нефть сегодняшнего дня. Это основа благосостояния империи. Вот морские животные. Как бы жестоко это не казалось всем нам. А продавались эти пушнины на кяхте, пожалуйста, следующий слайд. Это граница сегодня пограничной территории между Россией и Монголией. Следующий, пожалуйста, и заключительный слайд. Это то, что территории, я специально взял практически из учебника, видим территории, которые, вернитесь, пожалуйста, территории, которые приобретает Российская империя в дальнейшем и которые становятся теми территориями, которые фактически мы знаем в настоящее время. Вот это вот масштаб и освоение территории приходит к русским. В результате вот о мысли Петра и освоении этой территории. Субтитры создавал DimaTorzok